Приветствую друзья! Продолжаем играть за Ангмар. Очередная у нас серия. Начинается она с штурмовки Камед Брин войсками Дуннадайнцев. На нас в принципе на 800 человек больше, но нам это вполне возможно, что не поможет, поскольку противникам гораздо сильнее войска. У них здесь есть и Дозорные Дуннадайна 6, 18, куча Мастеров Меча 15, 17, есть Рыцари 9, 23, есть всякие Лесорубы, ну Лесорубы не в счет конечно, но тем не менее там всего хватает. Плюс неубивашки на конях, ну и всякое другое, какахи всякие, остальные луки, вроде бы раньше нам еще не попадались они, остальные луки Дуннадайна 15, 21. Ну, ничуть не хуже Рыцари на самом деле, так что нам тут предстоит боль и страдание скорее всего. У нас обычный гарнизон, ну не обычный конечно, есть два Варга, но в этой ситуации они нам никак не помогут. Есть, в принципе, отряды Железной Короны, пять штук, ну, по крайней мере мы позащищаемся и пытаемся по максимуму снизить количество войск. Противник у нас есть уже, такой полустэк формируется, на помощь он конечно прийти не смог, к сожалению, другие задачи он решал. Ну вот, ну, по крайней мере, может быть потом он сможет отбить обратно этот город у этих проклятых извергов. Ну что ж, друзья, мы готовы, я построился, вот такой коридорчик, будем пытаться пробовать работать нашей баллистой. Да, не знаю, что из этого всего получится, надеюсь, что это получится. Ну и, собственно, давайте ускоримся, когда-то мне удается решаться. Ну вот это мне не нравится, они решили катапульты фигачить, серьезно? Ну, мы можем попытаться им сделать бобу за это. Минус отряд, это очень хорошо, это меня устраивает, в принципе. Минус отряд. Как он такое? Как по мне, так просто прекрасно. Минус баллиста. Ну а кто им виноват? Они сами виноваты, и нехрен вперед баллиста отпускать. Таран он у них идет, хорошо. Просто превосходно. Меня все устраивают. Мы уничтожим людей, загадок. Мы уничтожим людей, загадок. Хорош. Там неудобно стрелять. Тревога! Они ломают наши ворота! А вот сейчас они подойдут. Уже 43. Как раз свои колонны. И вот тогда мы откроем огонь на поражение. Ворота пали! К оружию воины! Ну вот теперь и посмотрим, кто, что, как, зачем и почему. Враг уже на стенах! Так. Держите оборону! Работай. Да-да-да-да-да-да. Пока получается все неплохо. Все получается неплохо. А не именно что работают куда-то туда. Да. Так. Баллиста. Я тебя не вижу, баллиста. Вот. Теперь увидел я баллиста. Ну, всадники, ну давайте куда-нибудь в другую сторону. Куда-нибудь. В какую-нибудь... сторону. Пока 3 на 18. Но это за счет наших, конечно же, стрелков. Баллиста можно включить, конечно, огонь. У них тогда боекомплекта меньше будет. О! Хорошее попадание. Да-да. Именно вот это я и хотел. Он еще плюс моральку понижает. 4 на 31, между прочим. Мне вот только не нравится то, что вы, засранцы, куда-то уходите. Я вам такого приказа не давал. Вернитесь. А, не шутят 25 всадников. Он убегает. И здесь всадники убегают. Но они еще вернутся. Но возвращаться они, конечно, частями будут. Очень хорош. Прям великолепно. Баллист отрабатывает. Мне очень нравится. И у меня, знаете, даже появились задумки, что, возможно, мы в этом бою победим. Как-никак мы уже ополовинили армию врага. Тут, конечно, сейчас рыцари. Буду долго нам голову морочить. Но, тем не менее. Баллиста показывает себя во всей красе. Хотя я ее строил так, знаете. Шо было хоть где-то. Вот именно здесь оно и пригодилось. О, хорошее попадание. Рыцари Дуны Дайна. Тут, конечно, у нас боль. Боль. Давайте сюда пошлем наших рыцарей. Ну, не рыцарей. Мастеров двухручного меча. Так, пехота. Давай вот сюда куда-нибудь подгребай. Ну, и, как видим, здесь куча. Просто куча народу убегает. Правда, конец возвращается обратно под саму. Враг обескровлен. Ну, блин. Мы истребили половину его армии. Почему вы так? Я не хочу так. Хочу, чтобы вы по прямой стояли. И не мешали баллисте настреливать. Какого хрена вы разворачиваетесь-то? Ну, у нас, в принципе, варги уже отстреляли. Лучники осталось буквально там. Немного еще. И у баллиста тоже. Не то, что прямо громадьё. Она еще и промахивается. Господи, тут 10 метров. Е-мое. Она промахивается. Как так-то, но... Вражеский полководец мертв. Вообще полипать. Надеюсь, это подорвет их решить. Так, а у нас побежали горцы. Но они самые первые стояли. Так что тут нет ничего удивительного. Их осталось-то 22. И чё? А, ну, типа по своим стрелять не хотите, да? Тут стальные луки уже пошли в атаку. Так, лучники сейчас тоже уже отработают. Не останется уже только пехота на пехоту. Пока все складывается в нашу польсу. Если ничего не изменится... А, баллисты, все. Друзья, баллисты. Я все жду. Когда же она начнет стрелять? Нет, она уже не начнет стрелять. Ну что же, тогда у нас... Как бы... В связи с этой ситуёвиной... Только вот одна ситуёвина. Это, собственно, вот... Как-то вот так. Нам бы еще, по идее, бы варгов каких-нибудь... А, ну, без проблем. Через тот проход выведем сейчас. Оба отряда варгов. Жалко, у нас тут еще маслица. Нет, конечно. Было бы идеально. 62. Ну, норм. Просто норм. Да, давайте. Сюда вы ползаете. И будем убегающих догонять и калечить. Но неожиданно, неожиданно. Но вообще, очень хорошо. Мне понравилось. Баллиста, она свое дело сделала. Она этих супостатов заставила трепетать. Морально, в первую очередь, конечно. Ну, там скоро. А, давайте, бегите сюда. Море. Море волнуется. Раз, кстати. У них еще два целых отряда, оказывается. А че же вы раньше-то не шли? Так, это лучники, что ли? Да нет. Дозорные. И мастера меча какие-нибудь. Вах-вах. Так, тогда ты вот этих догоняй. Мастера меча бить мы не будем. Так, а моя куча мало-то, да. Вот этих рыцарей Дун Дайна принимается. Получается, зря вышел, да? Мы еще не готовы к таким схваткам-то. Немного меня обманули, по всей видимости, да? Ну, да. Ну, пускай эти пока бегают. Все, побежали. Красавелла. И вторые побежали тоже. Такой кучи малой просто бегаем. Это, конечно, сказка. Страшная. Страшная, друзья, сказка. Так, и у меня кто-то тут еще даже остался. Давайте куда-нибудь туда отправим. Отдельно, да? Так, вот эти варги. Будьте любезны, вот этих убегающих уже теперь точно догнать. И сделать их трупиками. Просто трупиками. Так, здесь нам не дали прочаржить, хотя. Какой может быть чардж у варгов? Ладно, по-моему. Шутить-то так. Так, почему вы отступаете? Лесорубу вбейте. В три отряда. Хорошо. Просто превосходно. Тут рыцарей кладут. 19-708. Ну, уже можно точно сказать, что мы отбились. Инфа соточка. Ничего. Контрите моих варгов, да? Ну, какие крутые. Ну, контрите. Рано или поздно ваша пехота кончится. И до вас сделал дайте. Да уже практически дошло. Так. Варги вы там как? Сожрали? Господи, как долго-то. Ну, вы уже убегаете, да? Жалость-то какая. А я думал, мы еще с вами тут побуцкаемся. Ну, на самом деле, конечно, неожиданно. И уничтожить. Я думал, что они будут прямо... Как в прошлый раз с Литушем, где гномики были. Вот гномики, они бы не побежали в такую ситуацию. На самом деле. Но нам, повторюсь, в который раз очень сильно помогла Баалиста. Она, походу, серьезнейшим образом снизила моральку. И мы отбились. Не шутя. Сейчас мы здесь почистим. Ну, что вы стоите? Бегите за ними. Крепость бестолковая. Ни башен, ни хрена, ничего нет. Зато здесь... Второй проход есть. Только я так не понял с воротами. Он без ворот. Вроде без ворот. Хрень какая. Для лукарей, если здесь много лукарей будет, в принципе, удобно здесь вторые ворота, два отряда поставить, пострелять, да? Но не более того. Так, тут сожрали. Там что? Вас долго еще ждать? Вроде бы все. Давай, мастеров меча надо сожрать полностью. Тут два отряда. Нееет! Убежал какая-то часть. Ну, и хрена бы с ней. Да и восхитится весь мир. 74 убежала. 400 мы потеряли. Но победа за нами. И я, честно говоря, немного даже удивлен. Привык. За все эти сражения, что до последнего враг не сдается. А здесь они как-то разбежались просто. Хе. Так, войско Теллери, друзья. Поздравляю вас с новым геморроем. Появилось войско Теллери. Силы эльфов северных гаваней ослабели. Они отступили к самым окраинам некогда великого короля Сталиндона. Многие были убиты в боях. Многие уплыли на запад, устав от бесконечных войн этого мира. Но те, кто остались, теперь собрались вместе для последней отчаянной попытки отбить врага земли своих предков. Армия эльфов идет на биту. И в памяти своих прежних славных свершениях они сделают все, чтобы вернуть утраченное. И король Эрлингов мертв. Бывает, бывает. Упадок Линдона. Сейчас я вам покажу эту бессмертную хрень. Не желаю слышать вашей болтовни. Мерилиареон. Вот как-то вот так это звучит. Копьяноса Синдара. Тут всякие мечники. Честно говоря, я ожидал, на самом деле, наверное, большего. Отправляюсь немедленно. Большего ожидал. Что тут? Три отряда лучников Теллери. 9-12. Пять отрядов мечников. 9-15. Два отряда всадников. 10-16. Три отряда копьеносов. 13-25. Вот эта зараза уже серьезная. И два отряда топороносов Синдар. 13-23. Но все вместе это, конечно, нам не даст расслабиться. Плюс владыки этих фалусов. 18-36. И они, главное, появились вот здесь. Вот так. Ды-ды-ды-ды-ды-дык. И вот туда пошли. На хрена вы туда пошли? У вас вот столица ваша бывшая. Митланд. Вот и берите ее. На хрена вы туда пошли? Непонятно куда. Меня это напрягает. Самая развитая. Мордор. Объявление. Все. Отношения со стерлингами нафиг. Исполнил любой приказ. Так, ну а мы с вами идем в Бузеру. Уже в пути. Продолжим буза. До которой мы доберемся на следующий ход. И еще заработаем денег. Так, мне, кстати, денег что-то 15 тысяч выдали. А чего мне 15 тысяч выдали? 7 тысяч. Доход. Ааа. Да кто бы вас знал бы. Да я не против. Выдавайте мне каждый раз 15 тысяч. И я вам только спасибо буду говорить. Кстати, наверное, на этом направлении пока я ничего строить не буду. Хрен знает куда идти или пойду. Ааа. А то еще пойду в чертоги Торина. И... И конец сказки. Так. Значит, давайте, наверное, мощеные дороги построим. На самом деле, другое надо строить. Совсем другое. О! Шикоз. Северная Гвардия появилась. Берем. Дайте два. Дайте два. Харат так же все стоит. Никуда он не девается. Так. Переобучим. И еще нанимаем. Так. А построить еще здесь нельзя. Вообще можно. Лагерь варгов тоже построить можно. За 3 тысячи можно ополчение. Но я посмотрел в Комет Брин. Это ополчение. То, что дается в виде гарнизона, когда город осаждает. Ну, такое себе на самом деле. Ни рыба, ни мясо. Меня это не убедило одним словом. Мастерская Балис здесь не нужна. Кораблик давайте отремонтируем. И, наверное, еще один построим. И отправим туда, к эльфам. Хотя с эльфийскими кораблями бороться. Дело такое. Неблагодарное, прямо скажем. Так. Наша столица. Ну, конечно же. Вот этих ребят. Еще вот этих ребят. Больше здесь ничего нет. Ну, и вот этих ребят на переобучение. Да. Так. Строительство. Баллисты те же самые. Ратуш. Давайте все вооборот. Шэдон. Переобучение. Найм. Собственно, деньги-то уже почти и кончились. Да. 1600 осталось. Ну, и на этом. Конец. А кто зырил? Молодец. Хорошо. Разобрались с денежками. Какие у нас тут вообще есть проблемы? Здесь мы отбились. Можем даже что-то, наверное, переобучить. Я так понимаю, это не пополнение. Это, наверное, какое-нибудь либо оружие, либо еще какая-нибудь хрень. Ну, давайте на все оставшееся. Так. Здесь, значит... Здесь новый полководец. Рад служить вам. Здесь два полководца. Кино. Жду приказаний. Милард. Кино и немцы. Четыре отряда сюда. Рад служить вам, милард. Так, ты... Хрен знает, куда телеард. Давай пока вот сюда. Завтра мы жду вашего приказа. Да вы тоже давайте, наверное. Или нет. Или в северную заставу. Тут еще он идут. Дуна Дайна. Да? Так, что пока, наверное, здесь заныкаемся. Рад служить вам, милард. Ну, тут эльфы могут пойти. Здесь свободно народа Андуин уже. Габлу напрягают. В общем, проблем море. Проблем море. Что у нас в этом направлении? В этом направлении... К нам идут армии Дуна Дайна. Он баллиста, две конницы. Это все хреновое. У нас есть возможность Менгален захватить. Вот эту деревушку. Мы победим, милорд. Есть мой король. Что тут у противника? Пять отрядов. Член семьи Камерон Меченый. 28 лет. Моминорский кулон. Отпрыск славного рода. И по войскам. Немножко дружины. Отряд дозорных полный. Немножко рыцарей. И полный отряд лукарей. Ну, конечно, не сказать, что я по этому был сильно рад. Но поехали. Сомкнуть ряды. Сегодня мы сокрушим врага. Так, мы можем начинать. Конечно, первым делом мы сейчас попытаемся отработать именно нашими лукарями по максимуму. Так же потом будем переходить в наступление и пытаться нанести врагу какой-то там дамаг. Так, вот они мои налетчики наварок. Давай сюда. Подлетай. Так, лукари. Вот сюда, пожалуйста. А нам, кстати, уже ведут огонь. По всей видимости, кардаланские лучники. Так, а вы до них доберетесь? Да, добираетесь. Хорошо. Только как это обычно и бывает. Некоторые отряды все поняли, а некоторые отряды нихрена не поняли. Так, вот сюда иди. Вы сюда иди. Здесь уже ребята настреливают. Здесь мы этих лучников немножко уже поприходовали. А вот это вот нехорошо получилось. Рыцари Дуны Дайна. Ну какого хрена вы там, ну? Не дам я вам моих лучников, вы не просите. Пока все складывается в нашу пользу. Да ну хрена вы идете туда, я не могу понять. Мы победили. Еще какие упоры-то это. У вас приказ стрелять и не идти к ним. Прямо, ну, раздражает серьезно. Так, варги. Вот эти варги вообще не работают. Враг потерял половину бойцов. Засранцы. Ну, все остальные вроде как, вроде как, спрятались от лучников, от моих, засранцы. Ну и на самом деле можно уже наступать. Отставить стрельбу. Давайте, врывайтесь. Не стрелять. Ну, собственно, на этом все. Милорд, город захвачен. Да город захвачен, в общем. Да, бить телохранителя не надо. Что может немного затянуться. Не дали отработаться нормального лукаря. Начали дергаться. Нет, чтобы постоять на середине. Сдохнуть. Под ливнем стрелы. Вот как вот этот вот отряд крадаванских лучников. И не выеживаться. Нет, надо побегать. Что-то поделать. Вражеский полководец мертв. Надеюсь, это победа прославит доблестных и отважных воинов короля. 74 мы потеряли. Ну, это еще нормально. Ну, отлично. Менгален наш. Здесь вроде как умертвие можно нанимать. Мы победили. Ну, естественно, вот так делось. Отныне эти земли вас. Чтобы никаких беспорядков не было. Кардалан. Кому интересно, могут на паузе ознакомиться с этим Кардаланом. Ну, и, собственно, вот нас это могильники интересует. Это можно нанимать. А у мертвей нужен только 50% нашей культуры тени Мелькора. Да? Да. Ну, и все остальное здесь такое. Своеобразное. Так. И к нам, значит, вот эти гости идут, да? Мы идут. Кого-нибудь здесь надо оставить. Какой-нибудь отрядик. Например, вот горцев. Это в более чем достаточном. Все остальные выходят. Так. И... В принципе, мы тоже добираемся вот до этих ребятий. Враг разбит. Победа за нами. До трех отрядов. Давайте тоже сражаться. Мы выбрали поле боя. Теперь мы выберем победу. Начинаем сражение. Что мы здесь можем с вами наблюдать? Противник куда-то сваливает. Ну, как он это обычно делает. Благо у нас четыре отряда, можно сказать, конных лучников. Только они не конные. Они варьи. И наш стек тоже, значит, отправляется вперед. Пешочком. Не спеша. Сейчас перехватим баллисту. Уничтожим ее. Потом настреляем этих засранцев. Вы, конечно, тупить не будете. А они могут. Так. Вот мы приступили, собственно, к истреблению. Ну, конечно же. Конечно же, вы сейчас будете мне Кузькину морду показывать, да? Сейчас нам будет больно. Не без этого. А то она и пехота. Чтобы ей было больно. Потому что еще нового здесь нет. Нет. Лучники уже работают. Все хорошо. Враг. Пока все складывается в нашу пользу. Да они даже не дохнут. Если ничего не изменится, мы победим. Так. Вот это не надо. Уходим отсюда. Вы же баллисту все убили? Все убили. Молодцы. Вот. Хорошо. Прямо вот. Все, что доктор прописал. Бесчастный трус. Он бросил свою армию и бежал. Да убегаете. Не откровенно говоря, пофигу. Враг бежит. Все убежит. Догнать и уничтожить. Вы уже все. Жаль. Жаль. Я думал, что мы еще с вами здесь повоеваем, так сказать. Нет. 4% они у меня сожрали. Засранца. Ну это не иначе, как чардж. У моих воинов железной короны. Правильно сделал, что сам и литочку, и литочку спрятал во второй линии. Ну давай на шестерочке. Там что-нибудь может сожрете. Может быть нет. Кто ее знает. Этой победой восхитится весь мир. 15 садников убежало. У нас они 48 аж убили. Засранцы. Ну сдохли все. Это хорошо. Так. И у нас открывается дорога на Ост-Сул. Это очаровательно прекрасно. Что я могу сказать? Правда здесь народу. Мориан. Ну и собственно предводитель. Арагорн. Агроном. Ешкин кот. Законодатель. Лидер фракции. Сидит. С мастерами меча. Артодайна. 12-29. Хе-хе-хе. Как их убивать-то? Ну и собственно. Мне бы три бы отрядик. Сюда бы дополнительно. Выходим. Но три отрядика у меня допустим есть. Вот отсюда я могу взять. И они по тихой грусти подойдут как раз вовремя. Так. У нас единственное вот здесь обошли. Сталь мечей нас рассудит. Метеллир достославный. Он. Я думал на форт нападет как раз вот на это. Но он мим прошел. С ним еще пять отрядов. И идут они на форнос. Ну что. Они это в принципе не пугает. Давайте наверное приходку перебросим. До этих арт тоже перебросим. Вперед войны. Денег врат поменьше получим. Но куда без этого. Так. Ну что. В принципе все что мы могли на этом ходике сделать. Мы сделали. До приказаний. Так вот вас перебросить. Хотя нет. Врую. Еще мы с гномиками не занимались. Мы еще не занимались с гномиками. А Эмибо заняться очень даже стоило. Так. Во первых вот здесь. Если я вот этих выведу. До приказаний. Да. Эти станут бесплатно. Будет исполнено. Три отряда. Идете. Завтра мы продолжим. Пока что в форус. На сегодня путь окончен милорд. Так. И отсюда что целое есть. Вот отряд варгов. И отряд за воинов Радуара. Отсюда. Вот эти три отряда. К ним. Что эти два отряда. Тоже пойдут в гундубаду. В гундубаду нашему. Ну и собственно гномики. Я их не искал. Они меня сами нашли. Гномики. А это даже хорошо. Они получается вывели войска из Карас. Киллэйрнена. Что позволит нам в дальнейшем конечно же эту крепость без проблем захватить. Что у них тут? Ох. Перномаси. Кто мне там писал что у них у гномиков проблемы с наймом. Я как посмотрю у них по-моему вообще никаких проблем нет. Не с деньгами. Но это понятно. Не с наймом. Это же жопа полная. Щиты короля. Секиры. Топоры. Три отряда рабочих. Это жопа. Нет конечно какой-то супер попера элита. Но вот. Раз. Два. Три. Четыре. Четыре отряда. И еще плюс кавалерия от Дейла. Ух. Засранцы. Засранцы. Но захватить они мне значит не дадут. Да? Умри язычник. А может дадут. А может не дадут. Они могут вообще мимо пройти на Гундабад. В любом случае у нас сперва вот это надо разбить. Что у нас здесь? Копейщики камненогов. 6. 19. Воины короля. 11. 19. Секир Эребора. 11. 23. Метателя топоров. 6. 19. Алебарда. 4. 17. И топоры. 10. 18. Ну то это засада. Ну поехали ее разбивать. Сила и честь. Победа будет за нами. Так. Ну мы готовы. Противник наш где-то там заныкался. В кустах, в лесах. Пойдемте его искать. У нас 4 отряда иконных стрелков. Стрелков на варгах. Каждый раз приходится поправляться. Самому себе. А гномики решили где-то тут в лесах потусовать. Но они кстати нет стрелков совсем. Так что нам тут будет полное раздолье. Подлететь. Пострелять. На полной колчану. Ну и собственно работаем. Ну а у них кстати вот стрелки-то есть. Эти метатели топоров. Так что расслабляться не стоит. Сейчас как метнут свои топоры. Мало не покажется. Ну и конечно стрелки против них малоэффективны. Обладая огроменной защитой. Куча попаданий. А убитых вообще нет. У нас полетели топоры. Можно в принципе не уклоняться. Там у них и запас небольшой. Они один хрен его выкинут куда-нибудь. Либо в нас, либо в пехоту. И вообще по-моему только анимация происходит. Плюс звук. Самого броска по-моему нет. Ну 2% убили. Но при этом мы уже практически весь свой боезапас выкинули. Этого конечно мало. Очень мало. Ну если хотя бы нам удастся их выкурить из этих лесов. Уже будет хорошо. Ну вот бросают таки наконец. Пошли они. Поближе. Понеслось у них. Все. Ну и что мне с вами делать. С такими нехорошими. Давай черджанем что ли. Отставить чардж. Они и так пошли. Чарджить будем сугубо по тылам. Ну учитывая что у варгов чарджа нет как такового. О, хорош. Ну давай на топорок. Топоры. Ну давай на топорок. Вот мы там в них влетели. Мы выигрываем битву. Еще немного. И враг будет разбит. Два отряда. Вражеский полководец мертв. Они обречены. Ну и еще плюс. И генерала вражеского убили. И отряд полностью. Слушайте. Разбили. С таким вот подходом. А здесь алибарды идут. Алибарды это сложно. Алибарды это зло. Так. Что у нас тут? Ну у нас в принципе нормально. Да. Стрелки наши работают. О, не, 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 не. Не надо нам тут на прием. Не, нет ни к чему. Я очень вон туда уйду. А вот спину вас ударить можно. Пока вы не готовы. Хорошо. Так. Побежали сюда. Конницу выводим. Здесь тоже выбегаем. Что вы алибардистов убили? Убили. Ну конечно наши потери варгов вновь огроменны. В связи с тем, что я ими пользуюсь как конницей, а не как варгами. Ну и собственно вперед парни. Че вы стоите там? Вперед. Давайте там куролезть. Мои варги уже все. Закончили с этим делом. 12% мы отдали. Противник бежит. Причем основная масса этих 12% это именно варги. Мои бедные несчастные варги. Как мы будем тут большой стэк гномов убивать, я честно говоря, слабо себе представляю. Хорош стрелять. А как вы потеряли лукарей-то? Блин. Ну походу там были какие-нибудь метатели, да? Они встали перед моим стэком, пока я был занят варгами. И тупо кидали в моих лукарей. Твою мать. Ну тут так не увидал. Разорву не разорвешь, слушай. Печалька. 110 потеряли, 474 убили. Ну так-то оно, конечно, неплохо, но... Что мы будем делать против полноценного стэка? Вера и честь привели нас к победе. Жду вашего приказа. Так, а у меня нигде нету мастерской Болис построенной. У меня нет. И это на самом деле печально. Мне Болисты очень сильно понравились. Здесь ее можно нанять. 1100 денег надо. Блин. 1100 денег. Вот так вот денежка. И вот так денежка. Все, денежка есть. Можем, в принципе, даже не нанимать, а просто тупо вот отсюда ее кинуть. Сколько она будет ехать? О, господи, боже ты мой. Короче, дохрена, но все равно пускай едет. А сегодня путь окончен. Здесь другую закажем. Мне понравилась Болиста. При обороне это просто первое дело, можно сказать. В Дундабад оно точно нужно. А, и что с нашим стеком теперь делать? С одной стороны мы можем захватить вот этот населенный пункт. Жду вашего приказа. Выступаем немедленно. Причем еще у них и полководцем грохнулись. Рад служить вам, милон. Да сгинет враг. В атаку! Будем стоять до последнего. За один ход они вроде ко мне не должны доползти. Эти гномики. С передвижением у них проблемы. Это я точно помню. Проблемы с немедленно. Ну и потом что у нас? Принимать бой? Я бы не сказал, что это прям такие гениальные идеи. Нам на первое формирование нужно. На восстановление. Сил нету. Здесь три отряда идет. Здесь он в пять отрядах идет. Ну в общем проблема. Проблема, друзья. Но об этом уже у нас будет все в следующей серии. Так что друзья, ставьте лайкосики. Пишите комментосики. Ну и конечно же подписывайтесь на канал. В следующей серии у нас Махач за ОСУЛ будет. Наконец-таки мы к направлению с Дунодайном перешли в наступление. Покажем этому агроному, где раки зимуют. Ну и все остальное. Так что друзья, не пропустите.